Всем привет! Смотрите, это у меня что? Это орешки. Начистили орешки. У нас грецкого ореха достаточно. Сейчас я его чуть-чуть подсушу. Немножко почищу. Ну, какие отпадут пластиночки. И попробуем сделать домашнюю нутеллу. Такая лужа опять скатилась, как убирать буду. Вчера дождик, снег был. Курочки мои, как себя чувствуете? Все хорошо? Никто не кашлит. Купаются, купаются он. Момнички мои, девочки. Курочка одна ушла, беленькая. Жалко, конечно. Ну, что поделать? Смотрите, вот они, устроили. Кто купается? Ой, господи. Сейчас всю воду мне тут замораете. Устроили баньку. Да? Вот этот петушок болел. Я же тогда ему дала буквально таблетку тетрациклина и таблеточку аскорбиночки. И вечером также. Все, ему сразу помогло. А курочка нет. Курочка на это лекарство не повелась. Что-то другое, видать, было у нее. Поэтому она быстро ушла. Прямо за три дня. Два раза я ей в день давала. Да, ты мой хороший. Вот этот вот подозрительный. Что-то курочек вообще не топчет. Только ходит. Жуек. Они его и не любят, кстати. То ли с другой породы, то ли что. И начинают он на них. Прыгать начинает на них. Они его клюют. Вот этого любит петушка. И этого любят. И того черного. Так что... Клюют, клюют. Золы им что ли насыпать. Хотя вот это весь угол в золе. Зола с землей смешанной. Ой, как смешно. Смотрите, как смешно не купается. Такой месивый из курочек. Ванный день, что ли? Вот тебе, боже мой. Бутек. Ну ладно, не рви глотку. Я ушла. А то сейчас будешь мне тут на камеру позировать своим кукареканем. Это редко кукарекает. Жених ее кипалки. Все, опять бежит с крыш. То дождь, то снег, то капает все-все. Я вот так даже в тачку собираю. Ой, как классно ходить. Как в детстве. Тачку собираю и увожу туда под растишки. Сейчас вымету здесь, выгребу, чтобы все это не топталось. Особенно вот эта лужица. Кто-то написал, что бетоном ее залить. Ну, бетоном я здесь залью. Она в другом месте будет. Я же не могу весь бетон поднять и туда его отпустить. Это у меня здесь выше вот этих будет. Это нельзя делать. Это колодцы со счетчиками. Делать откосы на окнах. На солнышко выглянуло. Хочу вам рассказать, как я спасаю мусор от собак. Вы знаете, в последнее время очень много стало собак на улице бегать. Голодные. И разрывают пакеты с мусором. Вон, видите, вон. Три только вижу. Раз, два, три. Уже. Так вот. Вчера был мусорный день. Едем по станице. Ой, как воробушки чирикают. Едем по станице. Представляете, пакеты у всех разорваны. Мусор по всей станице летает. У меня эта проблема решилась месяц назад. Я также вначале ругалась. Думала, это соседские собаки. Это не соседские собаки. Это бегают ничьи, наверное. Так вот. Выставлю мусор. Я же не буду возле него сидеть. И машина может и в обед, и вечером прийти. Всяко. Мусор все равно все с утра выставляют. Приду. Мусор разорванный. Так как у нас пакетики кошачьей еды, они чувствуют запах. И, значит, разрывают пакеты и вылизывают эти пакетики. Что-то у меня тут пеноплес. Пеноплес от куда-то прилетел. Вот. Я, значит, устала. Выйду, собираю все снова в пакет, складываю. Думаю, что, что придумать. Что я придумала. Сейчас я вам расскажу. Очень классно. Я месяц проверяла. Думаю, прежде чем рассказать вам. Не пострадают ни собаки, ни ваш мусор. Поставить пакет в мусорку. Вот он у меня, видите, новенький стоит. Я купила в светофоре вот такой большой пакетик перцев. Сразу же на дно немножко сыпем перца. Вот так вот и по бокам вот этих. Все, много не уйдет. У вас этого пакета хватит на очень длительное время. Я его иногда домой заношу. Иногда вот так под ведерочко ставлю, чтобы дождем. Все, вы будете мусор складывать. Во-первых, перец не дает дать собаке пронюхать то, что у вас там лежит, что-то съедобное или что-то пахнущееся. И все, у меня вот уже месяц ни разу не разорвали собаки мусор. Перец я сыплю вниз. И когда набирается полный бак, я тоже сверху сыплю перчика и завязываю мешок. Он отпугивает, видать, весь запах этот перец. И собаки подходят, нюхают и не рвут пакет. Это уже проверено. Я вам точно говорю. Не пожалейте перца и мусор ваш всегда будет целый. Чуть-чуть им буквально, и они все, они перца боятся. И они не будут разрывать ваши пакеты. Крокусы, вот морозы были, а крокусы живые, видите? Лилии отошли тоже, тоже живые. Вот такая зелень стоит. А газа не она вся погибла, конечно же. И это я весной все уберу. Почки надуваются уже. Хотя еще прохладно для весны, но тем не менее. Погодка вот такая у нас. Пойду травки курюхом на рву. Травы-то особо нет уже. Хотя вон там у меня есть травка, конечно. Но я там ее берегу как-то. Надо все равно к теплице убирать. Я буду в теплице им рвать. Ничего страшного. Здесь у нее полно. Даже я как-то тут разрезала. Хотя зря, надо было просто так надергать. И все. Они, конечно, ждут всегда мы гостинцы, которые я им приношу. Хотя бы раз в день все равно приношу. Очень они любят травку. Сейчас покажу вам, как они ее глупцают. Видите, сколько я яичные шкарулпы накидал. Все равно для земли она полезна. Хоть говорят, вроде от медведки. А кто-то написал, что не помогает от медведки. Но не знаю. Такие молодые все. Ну что вы там у меня? Валяете в новой комнате? Я вам травки принесла. Травочки. О, какая красивая. Идите сюда. Идите, мои красоточки. О, насыпала на вас прям. Кушайте. Не все, высыпалась. Бежьте. Уже начала линять вот эта курочка. И так слежу за всеми курочками. Их сразу видно. Кто как изменился, когда их ростишь самого цыплячества. Прямо каждую знаешь. Эк вообще пришлая девчонка к нам. Из ядра выклюнули. Правильно. Чтобы ничего не пропадало. Вот так. Что-то они гоняют эту галашейку. Все-таки не любят. Капюшок, ты не любишь галашейку? Ты что? Ладно, пусть кушает. Пойду дальше делами заниматься. Али же начал окна делать. Рая. И прическу не пора подстригать? А? Видишь еще девчонок? Красоточка. Смотрите, как у нас завьюжило. Прям снежок, снежок. Мы сделали одну. Вот эту вот. Ну как мы сделали. Я так только поддерживала. Олег сделал. Ничего себе, какой снег. Боже мой. Ну, на 15 минут пришел там тучка. А там вроде вдали уже показано, что солнышко. Так что сейчас припорошит и растает вновь. Вот так вот. Завтра у нас приедут ставить двери. Не знаю, в этом ролике я вам покажу или уже в следующем. Как получится по времени, если смонтирую. Если много будет времени, то придется в другом ролике. Потому что длинные ролики особо не смотрят. Поэтому посмотрим, как получится. Ну, в общем, ладно. Снежок идет. Кошки мои вышли на улицу. Вот они, они. Вышли они на улицу. Ага. Уже домой просятся. Кто уже тут привык дома жить? Видишь? Видишь? Мы ее вчера накупали. Она чистенькая. Теперь только успевай лапки протирать. Вот что, я все занимаюсь нутеллой. Оришки сейчас перебираю. Высушила их в духовке. Переберу более-менее так, чтобы совсем не попали эти какие-нибудь перегородки там или еще что-нибудь. А то один раз мы сделали. Одни перегородки были там. Теперь мы тщательно делаем. Более-менее каждую орешку. Потом надо будет масло, молочко, там ванилин, еще что-то. А я мальчики смотрю, да перебираю. Не, ну это нормально. Только что снег был, я поворачиваюсь и уже вот. Пожалуйста, солнышко. Нет, ну это уже... Тебе сказку почитает. Схватилась делать нутеллу, а у меня масса сливочного нет. Пошла в магазин. Что делать-то? Хочется сегодня сделать. Завтра некогда будет. Завтра двери приедут восстанавливать. Вон как красиво пропахано полосочками. Видите, как у нас сыренько на улице. Здесь асфальт. Полу улицы, асфальт полу улицы. Горовейка. Вот так. Посмотрим. Сегодня весь день то снег, то солнце, то дождь, то еще что-то. В общем, такая погодка. Птички все громче и громче поют. Ой, боже мой. Красавица. Все, купила масло. Сейчас пойду делать нутеллу. Там какао нужно, молочко, масло, ванилин и орешки. Ну, орешки я уже все приготовила. Ух ты, гулечки. Я не вижу. Орешки приготовила. Все это нужно на огне растопить, перемешать. Будет вкусная нутелла. Орешек много, потихоньку. Женька приезжает, чистит их. А потом делаю пасту. Вот. Небо разъяснивается. Но скоро уже весна. Скоро весна придет. Будет красота. Раз птички поют, значит весна точно придет. Так, ну все, поехали. Берем молоко. Сахар. Щепотку соли. Так, чуть-чуть совсем. Щепотку ванилина. Ну, я думаю, хватит только. Сахар. 80 грамм масла. Оно у меня уже комнатное. Все сюда в молоко опускаем. Какао 4 столовые ложки. 2, 3, 4. И сейчас поставим все это на медленный огонь. Подогревается потихоньку на медленном огне. Пока у нас разогревается все в молоке, мы оришки сейчас перемолим. Оришки я все здесь не буду, половину. Так, думаю, столько хватит. Получилась вот такая масса. Почти растаял. Масло еще чуть-чуть плавает. Масса получается, как горячий шоколад. Видите, он начинает загостевать. Закипит. Он чуть-чуть остынет, и я все с орешками смешаю. Потом она должна постоять немножко. Все закипело, я выключаю. Ну и теперь завершающий этап. Берем наши орешки и выкладываем их вот в этот горячий шоколад. Сюда я не выкладываю, потому что это пластик. Лучше сделать наоборот. И уже размешать в самом шоколаде. Видите, как орех разбился хорошо. Практически в ореховую пасту. Можно все это перемешать. Можно перемешать даже блендером. переливаю в баночку. Надеюсь, войдет все. Видите, какая однородная получилась. Их практически вся вошла. Но кастрюльку облизать можно. Ммм. Самый смак остался. Вот такая нутелла. Это вот просто пузыречки. Это не орешки. Орешки все перебиты. Я вам потом покажу ее, как она выглядит в остывшем виде. Ну, что у нас получилось? Давайте посмотрим. Вот такая волшебная паста. Она еще не до конца остыла. Мне не терпится вам показать. Видите, она еще воздушная. В ней даже воздух еще присутствует, который перемешивался. Но вообще это шикарно выглядит. Я думаю, что завтра она, конечно, загустеет, потому что сейчас у нее комнатная температура. Запах, во-первых, стоит вот такой шоколадный. Просто шоколадный. Вот у кого достаточно ореха, некуда их девать. Я думаю, вот такая паста ореховая, она порадует ваших родных и близких, а особенно детей. Такая вкуснятина. У тебя, смотри, какая шерстка грязная. У тебя беленькая будет. Ну, что, страшно было? Впервые за три года искупали тебя. Для того, как накупаешься, не знаешь, где сушиться. Можно я тут на батарейке так посохну? Как-нибудь потихонечку. Ой, так у вас вообще жить тут очень странно. Купаться надо там. Бонечка, ты замерзла, что ли? На батарейку залезла. А, Бонечка, на батарейке сохнешь, да? Вот молодец, нашла себе местечко. Ну, давай, сохни, сохни. Ну, давай, сохни, сохни. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.